Несколько слов о Мане. Почему же он гениальный живописец? В сообществе про искусство наконец попался интересный и великолепный материал от GOLD-A. Серьезный и возвышенный. И в этом материале приведен замечательный отрывок, который я хочу прочитать. То есть, некто Перушо написал об Эдер-де-Мане под такой текст. Ну, целую книгу он написал, но вот два отрывка от этого. Однажды Мане примечает на площади Мабер девушку лет 20. Она сразу же привыкла его незурядности своего облика, вызывающий дерзкий взгляд, лицо отмечено яркой красотой. Какой натурочицей была бы эта девушка? Она, наверное, могла бы помочь создать большую картину, о какой он давно мечтал. У нее маленькое, но сильное и тонкое изящное тело. Это блондинка с рожеватым оттенком волос, матой, очень бледной кожей, большими и карими глазами, окаймленными такими светлыми ресницами, что их почти незаметно. Вдруг Мане оказывается рядом с ней, с присущей ему очаровательной непринужденностью, улыбкой, гурмана. И гриво спрашивает, не согласилась бы она ему позировать. Вот отсутствие ресницы на нее. Да и сам портрет, который я вот разглядываю, никак не скажу, что это красотка. Это просто интересный человек. Я думаю, что красотка бы не заинтересовала Мане. Писатель немножко перебарщивает, делая из нее красотку. Но, разумеется, почему бы и нет. Уроженка Манмартра, девушка этой зовут Викторина Луиза Миран, мечтала только об одном – вырваться из нищеты. Торговала ли она собой? Быть может. Разглядывая в зеркале личечко ослепительно снежной белизны, карии с золотым отливом глаза, она предается не сбыточной мечтам о театре. Выображает себя актрисой. У нее, так ей кажется, артистическая натура. Предложение Мане ее не шокирует, не удивляет. Она ждала его. Это знамение судьбы. Викторина Миран тут сейчас же начинает позировать в мастерской на улице Дьюио. Она умеет брюнчать на гитаре, так что отчего бы ей не стать музыканшей. И вот Мане уже пишет с ней уличную певицу. Вот уличная певица как раз и есть обсуждаемая картина. Придерживая одной рукой инструмент, она, выходя из кабары, ест вишню. Это живопесочная, виртуозная, где серые тона, юбки и кофточки, обшитые черным шнуром, образует богатейшие вариации в пределах единого, единственного регистра. Викторина обладает всеми качествами. Великолепная натурщица, прежде всего, естественности, очень редкой у представительниц этой профессии. Хорошо заметил автор. И одновременно свойством замечательно приноравливаться художнику, входить в самые разные роли, способности, которые объяснялись, несомненно, театральные помыслы. Викторианы, помимо этого, еще и терпением, пониманием, значимости работы живописца, аккуратностью. Викториана нравится не только Мане художнику, «А нам нравится и Мане мужчине. Вскоре между ними возникает интимная близость. И слух об этом ползет по Парижу. Разумеется, Сюзанна ничего не узнает, к тому же нрав у нее кроткий, да и стоит любить тревогу из-за какого-то каприза прихоти». Итак, это отрывки из книги Перушо «Эдуард Мане». По этому поводу я написал эссе. «Наконец, сообщество и проискусство. Великолепный материал от Голд А. Серьезный и возвышенный. Жаль, автор не добавил никаких своих чувств и мыслей. Но его выбор, то есть его соединение живописи, которые он репродуцирует, а это такой в сером платье длинном стоит девушка, прижав руку с ягодами к рту и загораживает подбородок при этом. Ну, какие-то глубокие тени, совсем не крашенные глаза. Я бы сказал, выглядит невзрачно. Автор называет ее красоткой. Она выглядит невзрачно, но она интересна. Я бы добавил к мысли французского писателя о живописи в этой картине. То есть сам материал прекрасен от соединения этой живописи с отрывком из французского писателя, что мы слышали. И все-таки я добавил бы к мысли французского писателя о живописи в этой картине. Это не только богатейшие вариации в пределах одного единственного регистра. И более того, это вовсе не существенно. Как существенно свойственно гении исследования мелкого человека и человека на дне. То есть Мане, подобно Гоголю с его шинелью, и Достоевскому с его бедными людьми, показал себя настоящим исследователем. И его интересует, что есть человек, поставленный в критическую ситуацию. Это слова Эйнштейна о Достоевском и его героях. Вот эта любознательность и этот гуманизм и душевность делают живопись Мане интереснее. И возможность причислять его к классикам самого высшего уровня. То есть меры гениальности в гуманизме.